Для жителей села Новософиевка эта небольшая река была любимым местом отдыха. Дети здесь купались, а взрослые ловили рыбу. Но с недавнего времени река приобрела ярко выраженный белый оттенок и неприятный запах. Вода стала мутной, камни белые, дно белое. Лягушек не видно. Лягушки, я не знаю, или умерли, или, может быть, куда-то ушли, потому что лягушек вообще нет. Я просто увидела, как погибает природа. Мне просто очень больно. Теперь местные жители опасаются даже руки мыть в этой воде. И домашнюю живность стараются не подпускать к водопою. Приходится каждый день по 4 ведра неститься, получается 12 ведрів напоить, чтобы 3 коровы. И это так каждый день. Местные жители уверены, глоток такой воды опасен для здоровья. Коровы, если попьют с речки, говорят, у них сильно большое расстройство, люди не могут остановить это расстройство ничем. Вода бежит, как молоко. Коровы эту воду пьют. Люди доят молоко, в городе на базаре продают. Люди покупают и радуются. Дешевое молоко с села хорошее. Больше всего люди боятся за своих детей. Вот наступает лето. Ставка воды больше нет. У нас один ставок. Мы тут в жизни, по жизни выросли в этом ставке. Сейчас ребенок пошел гулять. Вот вышел и пошел гулять. Залезли в воду, рыбу ловили, купаются. Можно в такую воду залезть? И чего он там подцепит, никто не знает. Местные власти о проблеме знают, но определить точно причину пока не получается. Чтобы понять, что случилось с рекой, обратились к экспертам. По этой речке находятся очистные сооружения. На наше мнение, скорее всего, что где-то там происходит слив этих нечистот. С экологической инспекцией мы взяли пробы как до очистных сооружений, так и после очистных сооружений. В экологической инспекции уже есть предварительные результаты проб воды. В инспекции также отобраны анализы. Четыре анализа были отобраны на протяжении всего водоема. По предварительным результатам анализов имеется превышение по нитритам, по сульфатам. Это говорит о том, что возможность попадания хосфекальных стоков. На сегодняшний день пытаемся установить источник загрязнения и будет дальше проводиться отбор проб и контроль. Особое внимание будет удалено филиалу водоканала. Сейчас в экоинспекции еще ждут окончательных результатов проб. А пока пытаются получить разрешение на внеплановую проверку Вольнянского водоканала. Если подозрения подтвердятся, предприятия оштрафуют. Сумма зависит от того, во сколько раз превышены нормативы.